Добрый день, уважаемые преподаватели и студенты! Мы, студентки 178 и 173 групп Института фармации Ковалева Юлия Сергеевна и Ирульна Нарья Манзурна, представляем вашему вниманию доклад на тему «Лекарственные пищевые растения зимнего сада» кафедры фармакогнозии с ботаникой основной фитотерапии. В настоящее время общеизвестным является факт благоприятного влияния комнатных видов растений на психоэмоциональное состояние человека. Многие из них несут не только декоративную функцию, но и влияют на здоровье, настроение, самочувствие и работоспособность. Лекарственные растения находят широкое применение в медицине как для профилактики, так и лечения различных заболеваний сельскохозяйственных животных и человека. Они используются не только в натуральном виде, но и в форме лекарственных препаратов. В настоящее время около 40% медикаментов вырабатываются из растительного сырья. Необходимо отметить тот факт, что лекарственное растительное сырье некоторых тропических и субтропических растений входит в состав отечественных и зарубежных лекарственных препаратов, включенных в государственные реестры лекарственных средств РФ. Рассмотрим некоторые из них. Кофейное дерево аравийское. Семена этого растения содержат в себе алкалоиды группы пурина, среди которых доминирует кофеин. Кофеин стимулирует центральную нервную систему. Кофе используют в виде напитка как средство, повышающее физическую и умственную работоспособность, снимающую усталость. Препараты, в которых содержатся кофеин. Кофеин, кофеин, бензат, натрия, пенталгин и другие. Алоэ древовидное. Алоэ – одно из самых древних растений, используемых человечеством в лечебных целях. Это многолетнее растение – травянистый суккулент, родом из Восточной Африки. Растение принадлежит к семейству асфаделовых. В листьях алоэ древовидного содержатся около 2% отроцентопроизводных. В настоящее время применяют препараты биогенных стимуляторов, экстракты, линементы, таблетки, сироп. Сок алоэ применяется внутри при гастритах, гастреэнтеритах, при ожогах и воспалительных заболеваниях кожи. Алоэ настоящее или алоэ вера. Алоэ вера традиционно использовалась для лечения повреждений кожи и проблем с пищеварением из-за его противовоспалительных, антимикробных и ранозаживляющих свойств. Алоэ настоящее входит в состав биологически активных добавок. Солгар алоэ вера капсула, сироп алоэ доктор грин. Активно применяется сок алоэ вера в косметологии. Гель и масло алоэ вера для лица применяются с целью профилактики процессов старения. Применяется алоэ вера для лица в качестве очищающего и защитного средства. Лавр благородный. В листьях лавр благородного содержится эфирное масло. Также листья лавра содержат горечи, фитостерины, хлорофил, муравьины, масляные, валерьяновые и другие кислоты. Лавровый лист – один из самых популярных пряностей в РФ и странах СНГ. Листья лавры благородного обладают противовоспалительными, бактерицидными, жаропонижающими свойствами, а также повышают секрецию желудочного сока и желчное отделение. Авокадо американское. Плоды авокадо содержат около 30% жирного масла, белки, яблочную кислоту, неовитамины, макро- и микроэлементы. Плоды авокадо употребляют в пищу. Медицинские практики применяют для лечения и профилактики анемии при заболеваниях из желудочно-кишечного тракта, особенно при гастритах. На фармацевтическом рынке существуют препараты АПИАСКЛИДИН-300, которые применяются в качестве средства, регулирующего процесс обмена хрящевой ткани. Масло авокадо применяется в косметических целях. Лимон. В экзокарпе плодов лимона имеют совместилище с эфирным маслом. В кожуре лимона содержатся флавоноиды. Мякоть плода богата аскорбиновой и лимонной тислотами. Эфирное масло лимона – прекрасное средство для дезинфекции воздуха. Оно уничтожает бактерии эффективно против вирусов и грибковой инфекции. Плоды и сок применяются как витаминные, желудочные, жаропонижающие и вяжущие средства. Мандарин. В акваплоднике зрелых плодов содержится до 5% эфирного масла флавоноиды. Зрелые плоды мандарина содержат сахар, органические кислоты, пектиновые вещества, эфирное масло, витамины, аскорбиновую кислоту, микро- и макроэлементы. В пищу употребляется главным образом мякоть плодов. Плющ обыкновенный. Листья содержат 3 терпеновые сапонины, флавоноиды. Плющ обыкновенный является ядовитым растением, поэтому опыт применения данного растения в народной медицине даже в небольших дозах является небезопасным. Экстракт листьев плюща обыкновенного входит в такие препараты, как гиделикс, линказ. Перечисленные препараты применяются в качестве отхаркивающих средств. Гинко двулопастный. Листья содержат 2 группы действующих веществ. Флавоноиды и дитерпеновые лактоны. Препараты из листьев гинко эффективны при лечении периферических кровотечений, а также показаны при нарушениях мозгового кровообращения. Кованхоя перисты. В соке листьев и стебле содержатся органические кислоты. Из свежих побегов получают сок колонхоя и препарат колонхин, который применяют в хирургической стоматологической практике как противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Гранат. Крупные съедобные плоды граната содержат углеводы, органические кислоты, микро- и макроэлементы, антоцианы. Плоды и сок гранатника обладают общеукрепляющим действием, поэтому их рекомендуют ослабленным больным, особенно после инфекционных заболеваний и операций. Гранатовый сок оказывает стимулирующее воздействие на обмен веществ в организме, поэтому рекомендуется при истощении, анемии, респираторных инфекциях. Гранат изданно использовали в медицине сок при желудочных заболеваниях, плодовую корку при дизонтерии, лечении ран, кору корней, стволов и побегов можно рекомендовать в виде отваров, водных экстрактов в качестве противоглистного средства. Спасибо за внимание.